Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжаем заниматься программированием микроконтроллеров STM32. У нас контроллер 746 расположенный на одноименной отладочной плате и продолжаем мы работу с интерфейсом LTDC, подключая к нему небезызвестную библиотеку EMWIN. Сегодня попробуем мы поработать с файлами в формате BMP и использовать мы будем при этом мультибуферные технологии, предоставленные нам разработчиками библиотеки EMWIN. Мы с вами в принципе уже использовали несколько буферов, то есть мы такие же рисунки, мы их прорисовывали сначала на каком-то виртуальном экране, используя при этом другую область памяти, которая никак не связана с памятью предназначенной для вывода на экран. Но теперь всё это дело мы возложим на библиотеку. То есть, как мы знаем и мы к этому стремимся, библиотека EMWIN, она помимо того, что просто работает с графикой, она прекрасно работает с оконными элементами управлениями. Этот механизм прекрасно реализован и нет никакого резона нам все элементы управления постоянно прорисовывать на реальном экране. Поэтому разработчики позаботились об этом и придумали такую, так сказать, технологию или реализовали, можно сказать, механизм виртуальных экранов, вспомнивщую multiple buffering. Вот у нас документация для библиотеки. Она в самой библиотеке находится, её найти нетрудно, поэтому я её не буду прикладывать. Вот. Есть специальный раздел multiple buffering и всё здесь описано. То есть, ну тут написано, что все прорисовки делаются на виртуальном экране, то есть в заднем буфере, а затем уже когда вся работа с прорисовкой закончена, то по команде, приходящей с определённых мест, ну в нашем случае от обработчик прерываний, который происходит, вызывается, вернее по окончанию кадра, как раз-то эта команда у нас и придёт. И она заставит буфер виртуальный переписаться в обычный наш передний буфер. Ну ещё дальше если промотать, то мы видим, что может быть double buffering, может быть triple buffering. То есть может быть два буфера, один реальный, один задний, а может быть ещё и три. То есть ещё задний буфер заранее подготавливается. То есть это когда слишком много прорисовки, то этот механизм работает ещё лучше. Ну мы такое будем использовать с вами. То есть мы именно будем работать с тремя буферами. Ну чем хороша библиотека EMWIN, она полностью в общем всё это берёт на свои плечи. Нам не нужно будет заморачиваться по поводу того, как именно эти буферы подключать, как их готовить, как их организовывать. Единственное, необходимо в конфигах там прописать всё это дело, это всё также здесь описано. Мы это уже с вами проделали на прошлом занятии по библиотеке EMWIN в 73-м, кажется, уроки. Вот, что здесь нужно вот это прописать. То есть количество буферов. Ну как правило пишется макрос, он у нас написан, и там троечка стоит в общем. И также вызвать это в определённых функциях, в предопределённых функциях. Вот, pending буфер задний, то есть вот их так вот тут переключать. То есть это всё у нас уже написано. Вы посмотрите lcd.conf и всё там вы увидите, то есть c файл. Вот. Можно здесь написано реализовать это без прерываний, то есть и каким это образом делать. Ну, так как мы это не используем, то мы пропустим этот момент. Здесь уже функции, каким образом потом включать этот мультибуферинг. Можно вот такую функцию вызвать и уже начнётся работа механизма. Или вот такую. То есть здесь уже два будет документа. Ноль это выключить, один это, по-моему так. Ну, можно посмотреть. Может я путаю. Нет. Которая без ex, без external, она вообще без аргументов. А это с аргументом номер слоя. То есть если мы будем работать со слоями, а мы с ними обязательно будем работать впоследствии, то мы ставим здесь ещё номер слоя. Ну, ещё тут будут нужны кое-какие функции. То есть confirm. Вот эти все они у нас прописаны. То есть в конфигах нам они уже тут будут не нужны. То есть, ну, вы можете почитать. Очень прекрасные документации. Всё объяснено. Даже примерчики кое-какие есть. Вот. Можно вызвать какое количество у нас буферов используется. И в каком слое, например. Ну, и также после того, как мы решили, что уже нам не нужна данная технология. Может быть нам нужна будет там какая-то определенная скорость для того, чтобы какую-то автообработку делать. Может быть там мало будет уже прорисовок у нас. То мы можем закончить всё это дело вот такой функцией вызвать. ui-multiboof-end. Также если мы работать будем с оконным менеджером, но мы с ним и будем работать, будем ui-builder вот этот вот использовать утилитку обязательно. И многие просили, кстати, об этом. То там вот так уже не обязательно делать begin и end. То есть мы перед тем, как использовать оконный менеджер, вызываем уже функцию. Что-то я её тут не вижу. Сейчас скажу, какую функцию мы вызываем тогда. Она видимо в разделе оконных менеджеров находится. Вот. vm-show-window и так далее. Вот здесь вот она и находится. Вот мы её включаем. То есть с единичкой. И всё. И потом уже сама библиотека оконного менеджера или функционал, в общем, занимается тем, когда нужны, когда нужно отключить. То есть всё, процесс пойдёт уже автоматически. Проект у нас был сделан из проекта 73 занятия. Вот из этого вот с 001, который… И просто 001 мы меняем на mb-multibuff. И всё это внутри настраиваем. Как мы это делаем? Мы всё помним с вами. Давайте его запустим, этот проект. И пока ничего мы здесь не меняем. Мы просто сгенерируем с вами код, так как он уже прекрасно настроен у нас. Закрываем. Подтягиваем его в наш workbench. Вот он у нас. Откроем пока mainc. Ну, увидим, конечно, мы тут кучу всяческих интересных ошибочек, которые сразу же исправились сами. Ну, как мы знаем, нам ещё нужно настроить проект. Как раз заодно повторим, как это делается. Здесь у нас ничего нет. Здесь на интернал. То есть я не перестаю просить вас о том, если кто на семёрке 64-битной или на десятке решил вот эту вот проблему. То есть external, билдер, у кого работает, подскажите, пожалуйста, как мне это сделать. Иначе у меня ошибка. Я использую интернал. Он не совсем хороший, этот сборщик. Но деваться пока некуда. То есть… А код уже там сотню превышает. Поэтому кейл я использовать не могу. У меня нет лицензии. То есть я могу только до 32 килобайт. Ну, с кейлом там свои есть. Здесь тоже недочёты. Всё здесь. Дальше идём. Подключаем библиотеку здесь. c++ general. Patch and symbols. Gnull add. gui. gui inc. gui lib. lib. Сюда также вы lib и сюда статическую библиотеку. Прицепляем. Вот такую. Для кейла она с расширением lib. Я пробовал и в кейле всё работает. Так что можете попробовать. Так. И здесь вот это мы всё убираем. Так как путь у нас прописан. А тут вот пишем двоеточие. Это линковщик требует такого. Всё. Применяем. Вроде как, наверное, всё. Здесь вот файлы в отличие от кейла подключать не нужно. Он их видит все. То есть, а какие если компилировать не нужно, здесь есть специальные для этого команда. Это здесь можно отключить от компилирования. Собираем проект. Ну пусть собирается в фоне. Мы пока ещё будем вот такую вот функцию с вами. Нашу использовать. Как мы помним, это в точности файл копируется в память. Тут немножко я лишнего поубирал. Вы увидите тогда в исходниках. Тут было отдельное считывание тут чего-то. Ну не помню, что-то я с ним тут делал. Я уже сам не помню. То есть, ну она нам будет нужна только временно. Давайте посмотрим, что у нас есть. Инициализация есть. Dark blue у нас экран заполняется. Дальше очищается. Как раз в это время он таким цветом и зальётся. Всё. Вот это вот давайте уберём совсем. То есть, ничего у нас тут не будет. И попробуем вывести на экран последовательно несколько рисунков. Мы возьмём всё это вот здесь. Так. Сохраним. Ещё раз соберём. В общем, что тут происходит у нас. Мы своей функцией переписываем в область памяти BMP1. Вот у нас с вами BMP1 область памяти. Правда, не совсем у нас тут хорошая область памяти. Я бы, конечно, всё это не сюда бы написал. Но пускай. И так будет нормально работать. Потому что у нас буфер. Вот. LCD.conf. Он вот с такого адреса начинается. Основной буфер. Поэтому там мы никому не помешаем. То есть, можно было с какого-нибудь 600 начать. То есть, у нас до 800 свободно. То есть, работает всё. 800 уже всё. Нам запрещён. У нас потому что 8 мегабайт адресов таких уже не будет. Так что пусть он сидит здесь. В общем, копируем в него. И уже прорисовываем мы его на экране. Не своей функцией, которую мы писали вот здесь вот в ltdc.tft.draftBMP, по-моему, было. DraftBitmap. А уже функцией библиотеки emvin. То есть, уже потихонечку начинаем мы её тут подключать. Она у нас прекрасно инициализирована. И дальше делаем задержку, чтобы успеть посмотреть рисунок красивый. И потом тоже самое делаем со следующим. Мы будем выводить 4 рисунка последовательно. Я думаю, это позволит нам уже оценить наш код, его работоспособность. Попробуем сразу run. Вот. И прежде чем мы нажмём ОК, давайте перенесёмся на стол уже буквально рабочий. Вот. Я вообще полностью стёр весь код. То есть, использовав st-link-utility. Ну, пробуем прошить. Прошивка пошла у нас. Всё. У нас пошли с вами рисунки. Последовательно выводится. Всё нормально. Всё выглядит так, как будто мы с вами используем нашу функцию, а не функцию из библиотеки emvin. Что подчёркивает то, что у нас тоже нормально функция написана. То есть, всё, рисунки выводятся в полный экран. Также, если мы или тут, или почитаем где-то здесь, мы увидим, что огромное количество функций у нас с рисунками. Также есть ещё очень много функций с примитивами, с различными. То есть, нам уже, в принципе, не нужны наши будут функции. Пусть библиотека работает в полную силу. То есть, вот, display bitmap files. То есть, здесь поддерживает bmp, jpeg, gif, png. Вот так. И различные форматы пикселей. Вот. Мы вот эту с вами использовали. Потом будем ещё вот эту, я про неё расскажу. Можно draftskelet использовать. То есть, там выставляется уже определённые вещи. Это вот координаты и плюс ещё num и denom. То есть, здесь то, что до запятой, тут то, что после запятой. Например, нужно нам уменьшить в 10 раз. Мы сюда 0, сюда 1. То есть, на 0,1 будет перемножаться и всё будет нормально работать. Ну, по-моему, так я пробовал. Вроде, вроде как-то, в общем, вот так. Ну, и до этого мы, может быть, дойдём. Или вы сами можете поиграть прекрасно. Если у вас, конечно, есть такая плата. Может, у вас её и нет, конечно. Но факт тот, что это всё работать будет на любых дисплеях, которые поддерживают библиотеку EMWin. Также после прошлого урока, ну, был немножко там троллинг в комментариях, что якобы плата очень дорогая. Она очень недорогая, эта плата. На ней стоит очень много всего. Я обязательно её рекомендую, если кому не жалко. То есть, можно взять дешёвый дисплей, там, за 10 евро. Его, конечно, подключить на каком-то контроллере, в общем. Но этого эффекта мы, во-первых, не увидим. Во-первых, не будет у нас памяти SDRAM. Память уже будет там своя, другая, то есть, обычная. Это раз не будет этой памяти. Контроллер неизвестно будет какой. То есть, вместо всех этих мультибуферов, слоёв, мы получим тормоза и шлейфы. Это уже проверено. Но я обязательно всё равно… Я всех выслушал. Я практически ни один комментарий не удалил. То есть, я обязательно закажу себе дешёвый дисплей и попробую. Может быть, я и не прав. Может, вы правы. Может, дешёвое оно лучше гораздо. Подсоединю его к какой-нибудь Discovery, к четвёртой, третьей и поиграюсь, конечно. Потому что я уже смотрел уроки моих коллег, в общем, по EMV. И приблизительно видел, как это работает. Но уроки не получили своего продолжения. Возможно, что из-за этого. Ну, я обязательно проверю. То есть, если будет всё это летать точно так же, будет тройной буфер поддерживаться. Только не знаю, где я этот буфер возьму. Оперативной память никак не хватит. То есть, скорее всего, я останусь прав. Если не прав буду, я извинюсь. Ну, в общем, вот так. То есть, есть куча всяких функций. То есть, мы самые первые, самые обученные функции в данный момент с вами использовали. Давайте вернёмся к перечню этих функций. Ну, так вот. У нас всё хорошо выводится, но мы не полностью с вами библиотека используем. Вот в чём вся наша беда. То есть, мы должны как-то ухитриться использовать другую какую-то функцию. Но такой отдельной функции в библиотеке нету, чтобы копировать BMP в память. Есть всё намного хитрее. Какой всё это выглядит. То есть, вот как раз мы и будем использовать вместо draf функцию draf . Вот здесь у нас ещё помимо того, что есть указатель на область памяти с рисунком и координаты, есть ещё первый аргумент, который даёт нам адрес функции, где прописан как раз копирование в другую область памяти. То есть, подготовка рисунка. Эта функция пишется строго определённым образом. У неё определённый набор аргументов есть. Данная функция обязательно есть и здесь. Мы её сейчас найдём даже. Пример её найдём. Она используется не только в рисунках, много где. И мы её будем, возможно, впоследствии ещё использовать для каких-то вещей определённых. Но давайте мы пока код наш подготовим. Скопируем с нашего сайта. Вот он draf . А вот и функция. Как раз я здесь и пишу. То есть, где она такая функция используется. Вернее, что она тоже в документации прописана. Вот. Три точки и x. Сейчас мы попробуем её отыскать. Вот. Вот. Такая функция. То есть, она и на JPEG и на всё остальное работает. То есть, она именно подготавливает в памяти нам что-то… Вернее, да, память нашу подготавливает либо сразу выводит на экран из файла. Но она очень хитро здесь написана. То есть, вы сейчас её увидите. Поэтому мы давайте скопируем всё это дело. Ну, во-первых, ещё парочку переменных. Давайте подготовим с вами глобальных. Пока мы работаем с вами в mainc постоянно. Ну, можно после sdpatch. Вот. И также вот эту вот функцию с вами положим. У нас здесь есть две своих функции. Одна для кнопки, как вы помните. Одна вот, которую мы только что использовали. И положим мы ещё одну. Сейчас я немножко расскажу. Она очень похожа и на нашу функцию. Вот. В общем, тут в качестве входных аргументов присутствует указатель на данные, на временный буфер для блока, количество считанных байтов, а также смещение считанных байтов, которые мы сами не будем определять от смещения. Это как-то реализовано в механизме, то есть, скрытом от наших глаз статической библиотеке, по всей видимости. Ну, указатель на файл, понятное дело, мы его приравниваем к тому, что к нам пришло. Всё это просто. Устанавливаем указатель вот на то, что сюда пришло. И считываем. Затем мы количество байтов, которое пришло. И считываем мы это в наш временный буфер. И затем данный временный буфер мы переписываем в наш буфер переданный. Вот так вот мы делаем. Вы можете здесь поставить точку остановки, поглядеть, сколько именно придёт. То есть, этим мы не заморачиваем. Это всё внутри библиотеки. Эту функцию, мы просто указатель на неё покажем. Функции bmp-drive-ex и всё. Мы с ней никак не занимаемся, то есть она… мы её пишем вот таким вот образом. Можно здесь менять именно, можно её по-другому назвать. То есть, главное, чтобы то же самое имя потом указать и в функции прорисовки. Вот этот мы код теперь убираем и используем уже эту функцию. Опять идём сюда и берём весь наш код. Вот. Мы открываем файл уже прямо здесь. Именно не перекидываем его в какую-то память. Мы его открываем. Ну, f-result здесь, в принципе, может его и не быть. Он не обязательно нужен. То есть, это просто я пробовал, что у меня всё открывается. Вы можете даже это убрать. Потому что мы всё равно не воспользуемся. Затем мы… Ну, это обычным образом мы на чтение открываем. Вот как раз используем мы draft-ex. Это мы уже знаем. Это уже было у нас. А вот это как раз указатель на наш функцию, которую мы добавили. Вот. И уже всё это… Просто мы её пишем функции всё равно сами, как бы, чтобы она именно работала с библиотекой FATFS. Потому что мало ли какой носитель будет использоваться. Если USB будет, там немножко будет тогда, скорее всего, по-другому. Ну, может и не по-другому. Но факт тот, что это именно для чтения или с носителя, или с какой-то другой области памяти используется. Или с флеш-памяти по QSPY подключенной. Не важно откуда. То есть, механизм тут такой именно. Вот. И мы даём на неё указатель. Потом закрываем файл. Делаем задержку. Переходим на следующий файл. И так с четырьмя файлами. Опять же. Можно сразу нажать на выполнение. То есть, код соберётся и прошьётся. Смотрим на экран. Наши рисунки также выводятся. Ну, есть одна небольшая проблемка. Они выводятся медленно снизу вверх. Ну, может не так уж и медленно. Бывало и помедленнее. Но у нас не используется теперь дополнительная область памяти. Получается, что мы прямиком с флеш-карты читаем картинки на экран. Ну, поэтому был и выбран файл BMP, чтобы это всё увидеть. Если бы мы какой-нибудь PNG выбрали, скорее всего, мы бы и не заметили этой прорисовки. А BMP был выбран исходя из того, что он большой самый. Ну, из поддерживаемых, конечно, есть и побольше. Поэтому. Значит, вот тут как раз нам и придёт на помощь наш мультибуфер. Вот. Зайдём в lcd.conf, чтобы убедиться, что у нас буферов три. Мы можем и два сделать, но пусть будет три. Всё будет работать уж мне, поверьте. Пишем. Вы. Давайте что-нибудь хоть напишем руками. MultiBuf. Begin 0. А, нет. Begin X 0. Мы сразу подготовим, чтобы работать со слоями. Что это именно нулевой слой. Вот. Это после open'а лучше сделать. Именно когда перед самой прорисовкой. Ну и после прорисовки соответственно endX. Во время, вообщем, вот этих файловых операций нам мультибуфер будет не нужен. Поэтому перед каждой функцией вот тут begin. То есть нужно так. Именно. У нас здесь автоматизации работать не будет. То есть мы пока ещё не с оконным менеджером. Но вообще по большому счёту библиотека нацелена, чтобы с оконными менеджерами, чтобы не париться со всякими графиками и прочее. Там всё это реализовано прекрасно. И с выходом каждой новой версии всё это совершенствуется. Так. Ну если мы ничего не перепутали. То есть вот перед нашей вот этой функцией. Ну не наша она конечно. Ну в данный момент она наша. Так как мы полное право имеем на использование библиотеки. У нас официальная плата от STM. И мы полное право имеем использовать данный библиотек. Нам STM уже предоставил его с такой лицензией. Мы её конечно продать не можем. А всё остальное можем. И вмешаться в код нашей библиотеки мы тоже не можем. Прекрасно. Begin. Здесь End. Всё. Проверяем. Как мы видим рисунки у нас отображаются быстро. Но ещё есть одна проблемка. Я думаю вы видите что… Давайте ещё раз запустим. А потом можно делать всё это с помощью RESET самого обыкновенного. При выводе следующего рисунка что-то здесь вот так вот моргает. Всё это происходит скорее всего потому, что вот эти артефакты… Вот здесь вот у нас в бесконечной цикле ничего нету, а что-то должно быть. Давайте GUI delay delay. У нас HALL был delay. Теперь GUI delay. Сотня. Вот так добавим. Также когда оконный менеджер если используем, то рекомендуется GUI EXEC использовать. И давайте теперь прошьёмся. И скорее всего мы увидим, что наши артефакты все исчезнут. То есть вот таким вот образом резко мгновенно рисунки выпрыгивают. Как у нас и происходило это раньше. Но теперь это происходит без наших всяких функций. То есть мы свободно можем удалить нашу функцию. В использовании библиотеки EMWIN скорее всего она будет нам не нужна. Но если будет нужна, то мы её добавим. То есть и во-вторых мне понравилось как вот сейчас выводится изображение. Даже лучше чем с использованием нашей функции. Ну это моё такое субъективное мнение. Вы, я думаю, оцените сами. И давайте вот тут вот ещё разные всякие лишние поудалим вещи. Тут у нас ещё и локальных хватает переменных. Кое-что мы оставим. Ну потом мы будем использовать с вами тачскрин. Там не надо будет в бесконечном цикле ничего писать. Будет немножко там по-другому. Вот это вот всё на моей BMP этот ненуженный. И вот тут вот это всё мы уберём. Раз. Ещё, ещё, ещё. Вот это вот тоже нам не нужно абсолютно. Инициализации тача мы оставим. И из глобальных кое-что давайте тоже прочистим немножко. У нас немножко время есть с вами, чтобы нам потом этим не заниматься отдельно. Вот. Это пока оставляем. Приходится. Ну давайте прошьём опять. Варнинги кое-какие остались. Но их стало гораздо меньше. Всё. У нас рисунки выводятся. Таким образом сегодня мы научились также применять мультибуферный вывод изображений на экран при использовании библиотеки EMWIN. Примейте мои поздравления. То есть продолжаем мы с вами поэтому работать с библиотекой дальше. Любителям дешёвых дисплеев я всё равно советую попробовать применить данную библиотеку. Она подключается по-другому. Ну вы обязательно найдёте урок для таких дисплеев. Ну правда там не совсем дешёвый дисплей. Там он слабенький, но он кстати очень дорогой. Который мой коллега подключает в уроке. Он стоит почти что как вот эта плата. Один только дисплей. Ну потому что он фирменный. Ну вы попробуйте точно так же дешёвый дисплей подключить. Может быть у вас и получится. То есть вот эти вот все функции всё это стандартно. То есть вот всё что вот здесь вот описано оно работает на любой тип подключений. То есть и там flex просто выбирать будете в библиотеке функции. Не lean, а именно flex. И все функции точно так же. Так что вы смотрите и вам это приходится. То есть ну всё-таки конечно если серьёзно то рекомендую такую плату. Если вы хотите поработать с LTC и при этом не заморачиваться с каким-то подключением, с пропайкой, то вы лучше всё-таки займитесь вот этим. Потом много чего можно на ней собрать и практического вполне. То есть она с хорошим экраном. Вы можете потом к arduino вот тут вот разъёмчиком много чего подключать. То есть а всё-таки именно давать я буду пока библиотеку на этой плате. Есть ещё у меня и подороже плата 769. На ней потом так же будет. В общем дело в том, что из-за чего я начал давать. Я не случайно сначала выложил тест, как я акселерометр к ней подключил. И посредством ENWIN я легко сделал графическое отображение в общем осей. И по количествам просьб, которые посыпались после этого мне в личку. Так же по количеству просмотров там около 500. Сейчас на данный тест я принял решение всё-таки обязательно поделиться этим с вами. Так что прекращаем троллить канал. Ждём конструктивных комментариев. Подписывайтесь на канал, чтобы знать точно, когда выйдет следующее видео. Ну и так же пишите, конечно, комментарии. Пишите любые. Ну не обижайтесь, если я кое-какие буду удалять. То есть они другим не интересны. Я если что и в личку пишите, всё вы пишите. Я всё равно учитывать их буду. То есть даже удалённые обязательно. Вот то, что с покупкой дисплея я уже определился дешёвым. Я его точно куплю. 16-битный скорее всего. С обычным 16-битным с контроллером подключением никуда я не денусь. Потому что даже не из-за этого просьбы ещё идут на то, что многие купили такие дисплеи, они их никак завести не могут. То есть нужно им помочь этим ребятам. Ну так же жмите кнопочку, мне нравится. Если вам понравилось данное видео. Всем пока. Всего хорошего. Доброго. Всем здоровья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok